Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Телевершина и золотое перо по Брестке. В регионе прошло ежегодное чествование победителей конкурса среди редакций, газет, телевидения, радио и профессиональных журналистов. Брестский государственный технический университет был и остается той высшей планкой, по которой сравнивали высшую школу, вузовскую науку, образованность, интеллигентность, соответствие времени. Преподавательский и студенческий состав БРГТУ празднует золотой юбилей вуза. Учащиеся Брещины меняют статусы. От школьников к абитуриентам, которые в дальнейшем становятся студентами. В Беларуси продолжается регистрация на централизованное тестирование. Дамасские клинки, старинные кувшины и кубки, ковры, женские украшения и инкрустированные драгоценными камнями пояса. Гордость и величие страны гор Дагестана представлены в художественном музее. Обо всех этих событиях и не только о них прямо сейчас. В Бресте подвели итоги ежегодного конкурса среди представителей региональных средств массовой информации, редакций, областных, объединенных, городских и районных газет, телевидения и радио. Профессионалы своего дела – журналисты с большой буквы, благодаря которым берестейцы владеют картиной происходящего, исходя из грамотной и беспристрастной подачи материалов, были отмечены наградами Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома. Более полусотни дипломов, грамот и благодарностей за подписью губернатора региона Анатолия Лиса нашли своих обладателей. По праву заслужено. О победителях конкурса профессионального журналистского мастерства СМИ Брещены пойдет речь в нашем первом сюжете. София Бережная продолжит тему. Журналистика – это литература на бегу, это отдельный вид искусства, постичь которой дано далеко не каждому. Одного блестящего владения перо мало, об этом, как никто другой, знают мастера слова, ежедневно освещающие события Брещены. Их собственный опыт может стать наглядным примером. Профессионализм каждого отражен в результатах труда. Год культуры в Беларуси преподнес журналистам множество интересных тем и событий. Они, как и полагается настоящим профессионалам, всегда успевали держать руку на пульсе и вовремя доносить информацию до читателей и телезрителей. Как отблагодарить эти в хорошем смысле любознательных людей за труд и усидчивость? Главное управление идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского обл.сполкома подготовило для журналистов Брещены познавательные экскурсии в хранилище истории. Брестский областной краеведческий музей и музей спасенных художественных ценностей. Культурно-исторический маршрут стал настоящим подарком для акулпера, съехавшихся в областной центр. Поводом для встречи журналистов стало подведение итогов их деятельности. В числе лучших представителей СМИ Брещены Елена Синявская, корреспондент газеты Брестский Вестник. Какой он журналист современности и каковы главные черты его портрета? Мастер слова ответила уверенно. Журналистика – это профессия, которая без целеустремленности и активности человека просто невозможна. Поэтому и современный журналист, и журналист будущего должен быть активным, интересным, общительным, стремящийся узнать что-то новое и донести это до своего читателя. Действительно, суметь заинтересовать и увлечь читателя – задача непростая, но они, мастера своего дела, справляются с этим блестяще. Церемония награждения победителей конкурса профессионального журналистского мастерства показала, сколь много таких талантливых людей на Брещене. На сцену за наградами один за другим выходили мастера печатного, аудиовизуального и интернет-слова. Слово благодарности в их адрес не смолкали, и это заслужено. Благодаря их выписанным материалам жители региона имеют исчерпывающую информацию о работе структуры власти, о деятельности промышленных предприятий и общественных организаций. Радуюсь, что с каждым годом уровень профессионализма журналистики растет. Я внимательно читаю местную прессу, вижу новые способы подачи информации, которые привлекают искушенного современным изобилием источников читателя. Очень важно, что страницы газет стали проводником тех созидательных дел и проектов, которые мы вместе делали для повышения качества жизни жителей области. Современные реалии диктуют свои правила, но и в этом случае работники СМИ идут в ногу со временем. Директор телерадиокомпании «Пинск» знает, как все успеть и не упустить из виду ни одной важной детали. Как успеть? Ну, наверное, для этого нужно быть просто постоянно в гуще событий, стремиться к этому. И в конечном итоге мы же для людей наших работаем. А как раз зритель – это и главный оценщик нашей работы. Газета «Ляховецкий вестник» уже трижды была отмечена на конкурсе профессионального журналистского мастерства. Четвертая по счету награда – оценка, подтверждающая профессионализм работников издания. Это очень, конечно, приятное дополнение к главной нашей награде – ко вниманию читателей, которым они от подписки до подписки ежедневно нас одаривают. Своим интересом читательским, своими подсказками, своим вниманием. Наверное, мы пишем для них и о них. Мы пишем о жизни нашего региона, нашей страны, о замечательных инициативах, о не всегда простом достижении цели. И это находит отклик в сердцах, в душах наших читателей. Работая над самыми разными темами, окунаясь головой в события, а порой и судьбы своих героев, журналисты проделывают огромный труд, который едва заметен читателям и телезрителям. За деятельность поистине благородные печатники и аудиовизуалы заслуживают самых высоких слов благодарности и, конечно, большого уважения. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. 1 апреля 1966 года в Бресте было открыто новое учебное заведение – инженерно-строительный институт. Учиться сюда в первый год пришли 330 студентов дневного и 110 заочного обучения. Учебный процесс обеспечивали 32 преподавателя. Прошло 5 десятилетий, на протяжении которых учреждение образования непрерывно росло и стремительно развивалось. Сегодня в Брестском государственном техническом университете, а именно так называется ВУЗ с 2000 года, обучается 10 тысяч человек. Полувековой юбилей – хорошее время подвести итоги и поговорить о планах на будущее. Именно об этом накануне и шел официально торжественный разговор в рамках мероприятий, посвященных круглой дате. Тему продолжит Анастасия Стропко. 50 лет для ВУЗа в общем мировом контексте – возраст совсем небольшой. Однако за эти годы Брестский государственный технический университет смог не просто заявить о себе как об учреждении образования. Он стал настоящей кузницей кадров. С именем, с профессиональным кадровым составом, с наработанной материально-технической базой. Сегодня ВУЗ является крупнейшим научно-учебным центром. И этим по праву гордятся люди, которые связали с университетом свою жизнь. Выбрал ВУЗ, потому что он сейчас является одним из самых крупнейших ВУЗов в западной части нашей страны. Считаю его достаточно престижным ВУЗом с международными связями, с международным признанием. Считаю, что дают здесь именно те знания, которые мне пригодятся при выполнении моих будущих профессиональных обязанностей. Мне кажется, каждый выпускник этого ВУЗа чувствует ответственность по той простой причине, что ВУЗ престижнейший во всей республике. Не только. Признанный и европейскими советами. И каждый выпускник, выходя из этих стен, он должен уже, так скажем, марку держать Брестского государственного технического университета. Студенты, которые здесь учатся, говорят, что университет достойный и всегда здорово за преподавателями, когда видят после того, как мы их выпускаем. То есть никогда не проходят мимо, не отворачиваются в этом плане. Значит, чему-то очень хорошему. В настоящее время ВУЗ проводит обучение по 27 специальностям. Помимо учебы, студенты, преподаватели и руководство ВУЗа регулярно принимают участие в научных конференциях, выставках и форумах. В стенах учебного заведения кипит творческая культурно-массовая жизнь. Со спортивных стартов в копилку достижений постоянно привозятся награды. В колонии трудового студотрядовского десанта юноши и девушки из Брестского технического всегда в первых рядах. Заслуги ВУЗа были не раз высоко отмечены на различных уровнях. Факультеты Брестского технического университета достаточно хорошо смотрятся по сравнению вообще в системе образования нашей республики. Я думаю, что он своих традиций не потеряет и дальше будет очень достойно представлять наше высшее образование не только здесь у нас в республике, но и за рубежом. За пять десятилетий работы дипломы ВУЗа получило около 42 тысяч человек. Немалый процент из них сегодня – успешные руководители, настоящие профессионалы своего дела. Один из самых знаменитых выпускников – председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Свою альма-матер с юбилеем приехал поздравить лично. Я очень рад, что многие выпускники нашего Брестского инженерно-строительного института занимают достаточно ведущие такие позиции у нас в стране и за рубежом. Поэтому я полагаю, что университет состоялся во всех отношениях. И хотелось бы пожелать, чтобы и в дальнейшем и профессорско-преподавательский состав, и студенты были достойны вот этих вот 50 лет, которые прожил университет. Но несмотря на серьезное достижение, высокую их оценку и 50 лет стажа, в ВУЗе уверены – все это только начало. Будет много работы, но выполнив ее так, как умеют именно здесь, четко, грамотно и основательно, будет и много новых успехов, свершений и побед. Я от всей души поздравляю весь коллектив университета с нашим лучшим праздником и огромную благодарность хочу выразить нашим ветеранам. Несомненно, за 50 лет сделано немало. Тем не менее, университет стремительно движется вперед. Устремленность в будущее – это без преувеличения суть сегодняшнего дня университета. То, чем живет наш большой и дружный коллектив. С праздником, с 50-летием родной университета. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. Первый Брестский молодежный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест» прошел в областном центре. Духовными организаторами и идейными воплотителями инноваций стали отдел образования спорта и туризма и горком профсоюзов работников образования. Если отойти от официального тона, люди, которые сегодня учат, как быть настоящим учителем, как любить свою профессию и как сделать так, чтобы для молодых педагогов учительство стало делом их жизни. Об этом и шла речь на педагогическом фесте. Работа учителя важна для общества, важна для государства. Педагогические вузы не испытывают недостатка студентов, хотя конкурсы в них и небольшие. Получив диплом, молодые педагоги начинают свой творческий путь в школе, четко понимая, каким должен быть настоящий учитель. Это очень творческая личность, это человек, который любит детей, и не просто детей, который любит людей. Человек, который хочет учить, который попал в эту профессию не случайно, не потому что в педагогическом университете были самые низкие баллы, а потому что действительно с самого детства хотел учить детей. Поэтому это молодой, энергичный, творческий, целеустремленный и постоянно самосовершенствующийся человек. Но спустя несколько лет молодые учителя принимают решение оставить педагогическую деятельность в прошлом. Несмотря на детские мечты за год-два, взгляды на профессию существенно меняются, и возникает вопрос, работая учителем, а что дальше? Это есть проблема, ее нужно решать. Отойдя от привычных стандартов проведения официальных мероприятий по официальному, участники феста провели мероприятие за городом на базе детского реабилитационно-оздоровительного лагеря «Колос». Не секрет, что проблема с тем, что педагоги и молодые, они остаются в профессии. Они стремятся найти место под солнцем в более высокооплачиваемую работу, или работу, когда они попробуют себя в профессии, не связанную с педагогической деятельностью. Хотелось бы, чтобы вот их больше оставалось под профессией. Поэтому вот этот форум педагогических идей и решений, он еще для того, чтобы педагог остался в профессии. В первую очередь, молодой педагог, который вот на таком изломе-переломе стоит, что два года прошло, что делать дальше. Оставаться или не оставаться. Надо повышать свою квалификацию, нужно повышать свои компетенции. Возможно, такие форумы подскажут им, как это лучше сделать. Нет нудным нравоучительным лекциям на тему, как быть настоящим учителем. Ведущие специалисты в области педагогики, наставники, кандидаты наук Пушкинского университета просто рассказывали, делились опытом, приводили примеры из своей практической деятельности. Посыл такого мировая религия 21 века – непрерывное образование. От его качества зависит качество человеческого капитала, как следствие – качество развития государства. Если ты сегодня актуален, эффективен, успешен, конкурентно способен и не будешь актуализировать свой потенциал, не будешь мотивирован на вот это непрерывное саморазвитие, то завтра фактически ты становишься уже вне вот этого конкурентного поля. В этой связи мы, развивая систему, собственно, образовательные системы, проектируя процессы, мы развиваемся сами. Это однозначно. Только буквально остановка, буквально на секунды в таком историческом измерении – это однозначно переводит как локальную образовательную систему, так и национальную систему образования на несколько шагов назад. Естественно, все начинающие педагоги проходят суровую школу молодого учителя с его неимоверным эмоциональным напряжением. Как минимум год-два требуется на то, чтобы освоить основные азы профессии. Это самый трудный период в жизни учителя с массой ошибок, неудачами, постоянным лихорадочным листанием трудов великих педагогов с надеждой выискать рецепт идеального учительства. Все вместе взятое переводит к тому, что иной раз кажется, что эта профессия тебе не по плечу. Здесь на помощь должны приходить опытные и мудрые наставники, которые подскажут новые идеи, подтолкнут новациям к творчеству. А потому так важны вот такие педагогические фесты. Это огромная возможность педагогического сотрудничества, когда молодые педагоги вместе уже с опытными педагогами встречаются. И я благодарна за эту возможность такого феста, организации такого феста. И, конечно же, надеемся перенять опыт, узнать что-то новое в работе с детьми. И, конечно, этот опыт бесценен. Я уже проработала два года и, если честно, надеюсь остаться в этой профессии. Идеи, инновации, творчество – это все о педагогах? Это так важно в педагогическом процессе? Это очень важно в педагогическом процессе. Это все о педагогах. Это в педагогах, для педагогов. В конечном итоге это все для наших детей. Не столь важно быть в тренде. Пришли к выводу все участники первого городского педагогического феста. Нужно этот тренд задавать. Осознав вышесказанное, начинающий учитель выдержит все трудности, и тогда откроется ему подлинная творческая свобода. И красота учительской профессии – ее удивительная миссия. Пока молодые учителя вместе с асами педагогического мастерства ищут новые формы и методы работы, школьники активно готовятся к новому этапу в своей жизни. В Беларуси проходит регистрация на централизованное тестирование. Как и в прошлом году, пройти эту процедуру абитуриент может в одном городе, но при этом оформится для сдачи экзамена в других населенных пунктах Беларуси. В Брестской области уже активно работают четыре таких центра. Два в городе над Бугом, по одному в Барановичах и Пинске. О том, насколько активно проходит регистрация в этом году, а также как готовятся выпускники 2016-го к одному из главных экзаменационных испытаний в своей жизни, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Только прочные школьные знания могут стать базой для поступления в высшее учебное заведение, уверена выпускница Брестской гимназии номер один Мария Стрельцова. Если школьные годы были плодотворными, насыщенными образовательными и познавательными мероприятиями, уроки были выучены и закреплены, значит аттестат будет хорошим, а вступительные испытания не столь сложными. Сегодня, когда до выпускных экзаменов и централизованного тестирования осталось всего ничего, Маша старается как можно больше уделять времени профильным предметам. Сейчас вообще подготовка очень напряженная, готовишься, стараешься, чтобы набрать как можно больше баллов. Учителя всячески в этом поддерживают, ну в общем стремишься к своим целям, чтобы поступить. И я считаю, что это один из самых важных месяцев и периодов вообще в моей жизни сейчас, на данный момент. Для Маши, как и для нескольких тысяч выпускников учебных заведений Беларуси, вступительная кампания уже началась. Один из основополагающих моментов – регистрация на централизованное тестирование, которое начнется в стране уже 13 июня испытанием по белорусскому языку. Желающих получить высшее образование в этом году оказалось немало. Активность по сравнению с прошлым годом разросла. Ребята идут, интересуются, регистрируются, поскольку регистрация у нас продлится до 1 июня. Естественно, в общем-то, я, может быть, всем посоветовал, что, в общем-то, тоже не тянуть до последнего дня и прийти вовремя, пройти регистрацию. Для того, чтобы получить заветный пропуск на централизованное тестирование, абитуриенту необходимо до 1 июня пройти процедуру регистрации, которая начинается с оформления заявления. Поступающий должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, либо справку, выданную в случае их утраты или хищения. После подачи заявления абитуриент получает у работника пункта регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании. Процедура или алгоритм следующий, то есть абитуриент приходит к оператору, получает лицевой счет и после этого идет оплачивает регистрационный взнос, который составляет 21 тысячу. После этого возвращается к оператору и получает три пропуска. Вот только после этого считается, что он прошел регистрацию. Это единственное, в общем-то, изменение на текущий год по сравнению с прошлым. Только после прохождения централизованного тестирования, имея на руках сертификат и результаты, поступающие могут отправляться в ВУЗы. В этом году абитуриенты двух высших учебных заведений областного центра будут подавать документы для участия в конкурсе на зачисление с 8 по 14 июля. А дополнительные внутриуниверситетские испытания стартуют уже 15-го. В этом году оба ВУЗа расширили перечень предлагаемых специальностей и уже ожидают своих будущих студентов. На факультете заочного обучения мы открываем специальность автосервис. Такая специальность есть у нас на дневной форме обучения, на машиностроительной факультете теперь будет и на заочной форме обучения. Помимо этого, в этом году мы вновь будем осуществлять набор на специальность строительного факультета сельское строительство и обустройство территории. Эта специальность была у нас открыта, но в прошлом году мы не набирали на нее. Однако, наряду с такой специальностью, как милиарация и водное хозяйство, сельское строительство и обустройство территории острова истребленно в республике. В 2014 году мы открыли две новые специальности по первой ступени высшего образования. Это специальность социальная педагогика и специальность компьютерная физика. По магистратуре мы открыли специальность веб-программирования и интернет-технологии. В 2015 году мы открыли специальность история по направлениям археология и политология. и две специальности магистратуры – инновации в обучении иностранным языкам, инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства. Также по магистратуре была открыта специальность психологическое консультирование и психокоррекция. Ну а уже в этом году мы впервые будем проводить набор на новую специальность первой ступени высшего образования – логопедия, и новую специализацию медицинская психология, специальности психология. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Гордость и величие страны гор. Выставка изделий народных мастеров Дагестана открылась в художественном музее Брестской крепости. Холодное оружие, старинные кувшины и кубки, ковры, женские украшения и инкрустированные драгоценными камнями пояса. Коллекция экспонатов, представленная на выставке, поражает разнообразием и дает четкое представление об искусстве и национальном колорите кавказцев-южан. Дагестан справедливо называют заповедником народных художественных промыслов. Побывала на экспозиции и наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Чтобы лучше познать другой народ, нужно познать его культуру. Выражение как нельзя лучше подходит к выставке «Гордость и величие страны гор». Экспозиция – совместный проект Брестского областного краеведческого музея и выставочной группы «Рамзес-экспо» из города Витебска. Владелец уникальной коллекции, дагестанец Рамазан Махмудов, не раз привозил в Брест собрание холодного оружия и ковров. Однако, по словам директора художественного музея Василия Гуляева, на этот раз экспозиция настолько богата на уникальные экспонаты, что в полной мере знакомит брещан с культурой, обычами, обрядами и народными промыслами горного народа. Выставка очень разнообразная. Здесь более 270 предметов. Часть предметов из фондов областного краеведческого музея, часть привезена из города Витебска. Оружие, великолепное оружие, есть старинное, от старинного до современного. Посуда металлическая, медная, украшения ювелирные. Есть пояса, которые достались бабушке, хозяину этой выставки, от ее бабушки. То есть это пояса 18 века, им уже более 2,5 веков. Несмотря на то, что сегодня уже 21 век, но в населенных пунктах Дагестана можно встретить еще предметы натурального хозяйства 14, 15, 16 веков. Это народ, который не отказывается от своего прошлого, хотя входит вместе с прошлым в новый цивилизованный мир, но свою бытность и свое мастерство, которое заложено еще, наверное, веками назад, они это сохраняют и теперь приумножают уже более такой на промышленной и экономической основе. Конечно, особый интерес представляет собой коллекция холодного оружия. Говорят, если ударить по лезвию серебряных кинжалов, услышишь настоящий хрустальный звон. А если поставить нож на ребро, то лезвие можно и не увидеть, настолько оно тонкое. Кинжал у горца – символ свободного человека, его гордости и доблести. Это обязательная принадлежность костюма, которую можно воочию увидеть на выставке. Конечно, не обошлось и без авторских охотничьих ножей из знаменитой дамасской стали. Их изготовление – процесс особенный. Это уникальный процесс. Как вы слышали и знали, дамасская сталь. Это вроде бы просто взять сталь, а это нужно определенную температуру выковать. Ее каждый раз надо подогревать, охлаждать. И чтобы это достигло своих качеств, которые, видимо, это не каждому дано. Это никакой ученый ничего не так аналогов говорит, что дамасская сталь. А как она, процесс, это скрыто, это тайно. Так и здесь, я думаю, что каждый умеет сохранить свою тайну, и он не расскажет. Выставка «Гордость и величие страны гор» будет экспонироваться в Художественном музее Брестской крепости более двух месяцев, до 14 августа. Поэтому у тех, кого интересует национальный колорит Дагестана, его обычаи и обряды, есть уникальная возможность познакомиться с этой удивительной страной и ее не менее удивительной культурой. Виктория Драгобедская, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Новости спортивной жизни Брещины пополнились успехами наших грибцов на чемпионате Европы по академической гребле. Майские соревнования, проходившие в Бранденбурге, принесли заслуженное золото женскому экипажу двойки парной Татьяне Кухта и Юлии Бичек. Экипаж мужской четверки в напряженной борьбе с сильными соперниками англичанами и французами сумел выйти на второе место. Брестские грибцы – гордость нашего края и нашей страны. На них равняются. О таких же успехах мечтают многие спортсмены. В нашей съемочной группе удалось пообщаться с одним из представителей знаменитой четверки – Вадимом Лялиным и расспросить о победах, поражениях и планах. София Бережная продолжит тему. О том, каким трудом достаются победы на чемпионатах Европы и мира, говорить не приходится. Масштаб соревнований, несколько десятков стран-участниц, ответственность, которую несешь перед своей страной, простым обывателям не понять. Не понять и зрителям, которые болеют за своих героев. Только они, чемпионы и рекордсмены, знают спортивную кухню. Ведь за плечами года тренировок и одна неизменная цель – прийти первым. Только победа и никак иначе всегда настраивает себя брестский гребец Вадим Лялин, представитель четверки, завоевавший серебро на престижных соревнованиях в Германии. Такой правильный настрой во многом и поспособствовал довольно высокому результату. Команды были сильные, состав сильный, сам по себе чемпионат Европы. Ну и мы, я скажу, достойно смотрелись, но это еще ни о чем не говорит. Это начало сезона, как правило, многие команды к концу сезона, к основным стартам – это чемпионат мира, олимпийские игры, еще растут. Когда некоторые, бывает, там останавливаются, там у них прирост небольшой. Так что здесь нельзя уже сказать, что там на нас повесит медаль, что уже все там, все у нас хорошо, все прекрасно. Нужно работать, нужно добиваться, так сказать, результата. По словам спортсмена серебро чемпионата Европы, лишний большой шаг на пути к главным трофеям, но явно заявка на будущий успех. Такова спортивная черта многих чемпионов не загадывать, а делать. Только рекорды подтверждают старания и труд. Садя с пьедестала почета европейских соревнований, Вадим Лялин, как и его коллеги, отправился прямиком на родину, где их ожидали дальнейшие тренировки и привычный, довольно непростой режим. Третий этап Кубка мира по гребле, следующая планка. Перерыва на отдых в данном случае быть не может. Вадим Лялин признается, тренироваться в Бресте мечтают многие. Здесь созданы все условия для спортсменов. Когда-то он, уроженец Могилевской области, даже попавший в книгу славы Могилевщины, волей судьбы оказался в городе над Богом и ни капли не пожалел. Не зря Брест выбрали таким соревновательным городом, потому что Брест считается южным в Беларуси. И здесь уже он давно существует, этот грибной канал. Просто сейчас он такой более отреставрированный. Вложены деньги, построены спортивный комплекс, где созданы все условия, можно тренироваться и, как говорится, давать результат. В спортивной четверке важна работа каждого из грибцов. Нагрузка распределена поровну. Слаженность единого механизма определяет успех. Сегодня все силы брестских спортсменов направлены на то, чтобы достойно представить страну на новых соревнованиях. Настрой положительный, а значит, все впереди. Есть надежда и вера в свой экипаж, в то, что мы можем бороться. То, что мы сами себе в первую очередь доказали, что мы гоночный боеспособный экипаж, который готов дать бой на любой арене, так сказать, на любых стартах. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте BookTV.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании BookTV.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 22 мая погоду будут определять малоактивные фронты на фоне роста атмосферного давления. В Бресте день будет отмечен переменной облачностью, к вечеру возможен дождь. Ветер переменных направлений умеренный, температура воздуха минимальная ночью плюс 10-12 градусов, максимальная днем 21 градус. 23 мая республика будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления. Лишь днем на востоке скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с северо-западо-европейской территории России. В Бресте день пройдет без дождя. Переменная облачность и умеренный юго-восточный ветер станут спутниками понедельника. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. 13 градусов выше нуля температура ночью, до 23 градусов прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин